Всем привет, доброе утро! Как я вам и говорила, в среду утром мы встречаемся с Маришкой в городе, в центре, будем завтракать. Не знаю, как Марина, но я точно специально не ела, потому что хотела в том месте, куда мы пойдем, что-то попробовать. Покажу вам тоже такую кофейню. Она мне понравилась уже давно, и на нее обратила внимание. Все хотела туда как-то зайти, но не было случая. Вот сегодня он представится. Знаете, я себя сейчас так странно ощущаю. Я сто тысяч лет не приезжала гулять на бульвар, а тем более утром. Это для меня сегодня какой-то нонсенсус. Это же центр города, это мое любимое место, наверное, в городе, бульвар. Здесь красиво, здесь красивые стайлинки. Я уже не раз вам показывала. Здесь была Вита, из стран, которые мне нравятся, в которые мы, кстати, в пятницу пойдем с восточницами. Мы уже договорились, и сегодня мне осталось только заплатить взнос. Так что жду Марингу. Сегодня еще как по такому самому случаю погода классная, действительно тепло, солнце выходит периодически. Блин, такая весна ощущается, и я очень довольна. Это здесь же мы с Лешей ходим в кинотеатр чаще всего, в Маяковского. Сюда мы ходим в Fish and Chips часто, тоже классное такое место. Примерились? Давно ждешь? Да нет, ну минут 10. Ты с короткими волосами. Мы тебя в последний раз все видели, когда ты с длинными была. Ой, тебе классно. И челка? Или что это? Это она отрасла. А, блин, ты тоже отращиваешь? Я же себе в августе сама обрезала. Челку или волосы? А, нет, челку. А, челку, да. А волосы, ты же парикмахерская, да? Да. Я хочу, они уже отросли, я хочу опять короче. Короче? Я сейчас думала, может, ты хочешь уже отращивать? Нет. Еще не пришло, это осознанно. У тебя не новые очки? Нет. Классные очки такие. Нет, мне было так комфортно. Сейчас я начала их опять в хвост завязывать и бешусь. Волосы? Да. Не, ну они короткие у тебя, случайно, да? Ну, они короткие. Еще хоть где-то, да? Ну, выше плечи чуть-чуть, а сейчас уже ниже. Как ты хотела? В туховике? Хорошо. У меня хорошо. Впереди сидел мужчина в маршрутке, так от него перегаром несло. Думаю, блин, ужасно, почему мне так везет? Да я не знаю, но маска не помогает. А, нам сюда. Мы пришли. Да. Она очень маленькая. Мы как-то с Лешей проходили, и он даже не заходил туда заходить, потому что слишком тесно. Здесь очень прикольно. Ну, тут вот такой диванчик, как длинный, есть на несколько столиков. Дарная столичка, там два столика. Еще можно пройти дальше, свернуть налево, и там еще есть места. А мы с Лешей как-то были, прошли, мы подумали, что вот это все. Ну, тут еще людьми все было забито, и как-то, ну, не сидели дальше. А тут так уютненько. Но сейчас тут просто кроме нас с Маришкой никого больше нет. С окошка город, ну, классно. У меня тут мачо голубая. Очень прикольные кружки, а Марина здесь кофе. И вообще тут прям сверху сесть осталось. Это просто лат или что-то? По пропутине, да. Огромный просто. А сколько такое у тебя, кстати, по цене? 45. Тут где-то 50 или 45, я не помню, что там. Ну, спасибо. Красиво как. Да. Красота. Я, кстати, еще ни разу не пробовала яйцо в Бенедикт. Маленький столик. Ну, надо, можно еще один сдвинуть, знаешь, как на свадьбе? У нас оказался очень красивый такой тост с яйцом в Бенедикт, с лососем и авокадо. У меня здесь очень красивая, конечно, такая я. Такой красивый завтрак. А у Маришки фандан, смотрите, шоколадный, с мороженым, мороженым прям целое воткнули. Круто. Надеюсь, он там такой вкусный будет, потому что, ну, мальчик сказал, что очень вкусно. Будем пробовать. Сидели мы с Мариной. У нас обычно очень быстро время проходит на посиделках, потому что мы долго не видимся. Мы крайне редко вообще видимся. И поэтому многое хочется обсудить, там, обо всем поговорить. Марина-то меня хоть смотрит, и она знает там, что у меня так как в жизни, а я жену. Где я буду узнавать? Так чисто переписываемся иногда в Инстаграм-истории, смотрим друг друга. Прикольное такое заведение. Никого не было вообще за все время, что мы были. Люди заходили, брали на вынос кофе. Вкусный был и тост с яйцом, с этим вот Бенедикт. Ну, что-то особенного в этом яйце я не увидела. Мне так всегда было интересно попробовать. Наверное, прикол в соусе, но соус тоже как-то чини-соус. Ну, такой обычный даже пашот, мне кажется, будет проще приготовить. И тоже вкусно будет. И тут я встретилась с Кариной. Она тут покупки какие-то делает, бифренции покупать, таблеточки. Ну, в общем, это покупки уже до твоего возраста. У меня впереди самый главный стресс. У них же на работе, да, 8 марта же скоро. Все время спрашивают, где Карина работает, я уже не раз говорила. Она работает в фирме доставки шаров, цветов. Настояние, праздник, праздник, праздник. Добра и позитива. Улыбайся. Да, да, позитив. Да, и вот у них же там, когда 8 марта, у них там трэш-пол. Ну, у них вообще вот любой такой праздник, там 14 февраля. Они там работают, ну, сутками. Не покладая, да, рук, ног и всего на свете. Реально, очень долго. И потом, вам хоть дают потом, типа, отгулов побольше или нет? Просто больше платят. Ну, графики, своем работаем дальше все. Ну, вообще, типа, график 2 на 2, а когда такие праздники, они прям там очень много работают, девочки. Так что так, Карина готовится к празднику. Таблетчиков уже закупила. Таблеток купила, да. Мы решили выпить, ну, не кофе, а чай возьмем Глинтвейн вообще. Блин, решили выпить не кофе, а чай, взяли Глинтвейн. Это все, бред. Будем Глинтвейн пить яблочный, мой любимый, в кофе-арте. Взяли вот попробовать печенье. Овсяное с грецким орехом, держи. Я же говорила, у них тут новенькие появились, прикольные. Вот с имбирем. Да-да-да, крышечки, да. С арахисом. Ну, без кот я уже рассказывала. Спасибо. Помните, я вам тут показывала канун... Там тележка с зирляндами? Да, тележку эксплуатируют по полу. Это она была с зирляндами, теперь с весенними цветами. Главное, чтобы папа не подарил тут цветок в горшке. А то он пропал потом. Он пропал. Папа ведется найти. Как Марина рассказывала, что ей папа орхидею подарил. Вообще, она цветы не любит. Она за ними особо не ухаживает. Она говорит, я цвету орхидею забываю. Может, раз в месяц ее полетю. Я говорю, если бы это мама слышала, она бы вообще в обморок упала. Значит, надо к маме на реабилитацию орхидеи. Тоже отдать, да? Не, я орхидею поняла, что это не мой цветок, не мое. Куда мы пойдем? Я задумалась, может, орхидею себе. Ой, нет. У меня же была орхидея, как и у тебя. И что-то как-то... Вкусно? Вкусно? Нет, вроде вкусно. Да оно вкусно, не броши. Оно как яблочный сок горячий со специями. Пошли на солнышко, да, куда-то? Да. Идем мы туда. На котельку хочу. Как родичка. Может, тут? Печеньки прикольные, кстати. Они такие, они не особо сладкие. Орехов много очень. Классные такие вот. Можно попробовать этот перекус хороший. Зашли мы с Калиной в этот бей, я нашла розовый шарм. Вообще, я не узнаю. Ну, как бы он вроде бы как покрыт розовым шоколадом. Это все, моя вот эта эпопе с поиском розовых сладостей. Потом как-нибудь открою. Пока не хочу ничего после этих печенек с орехом. Какие-то они такие сытные были. Я только что узнала прекрасную новость. Музыку на импровизацию не выкладывают, на импровизацию под живой звук. Объясняю, как это происходит. Организаторы за неделю-две, там, до конкурса, вот так, выкладывают музыку. Несколько треков, которые включат, один из которых включат, на импровизацию. Потому что лучшая импровизация, это подготовленная импровизация. Это не под живой звук, это готовые треки, которые включают. Всегда обычно выкладывают, и мы под них хотя бы немножко, но готовимся, там, вот так. Но они все равно оставляют за собой право и не выкладывают. Ничего в этот раз, ничего не выкладывают. То есть мне может попасться абсолютно любая песня, знаю я ее, не знаю, мне придется что-то под нее полисать. Я с таким уже сталкивалась, но меня это не пугает, если честно. Больше меня пугает амбровизация большевой звук. Но я думаю, что все будет хорошо. Я уже так настраиваюсь на конкурс. Сегодня заплачу как раз за нашу вечериночку. Даже не вечериночку, а дневниночку. На пятницу мы в Балави душ идем. У нас на 2 часа будет наша встреча с девочками. Корпоратив даже, можно сказать. В честь 8 марта. Потому что мы хотели пойти вечером, но там не успеваем. Чисторик занять, что-то такое. Как-то не получилось. Потому что это место очень популярное в городе. И многие люди просто туда идут и гуляют там. Поэтому и мест не хватает иногда. Сегодня прекрасная солнечная погода для того, чтобы наконец-то постирать комплект с авокадо. Снюшик. Здесь клетка, видите, зелено-белая. Не такая мрачная, как, например, у этого постельного комплекта с морковками. Назло всем тем, кто считает, что у такого эстета до мозга костей, как у меня, не может быть такого комплекта постельного белья. Мне очень приятно, что некоторые люди считают, что я прям эстет до мозга костей. Вот реально кто-то так думает. Но я немножко проще к этому отношусь. Я очень люблю эстетику. Это правда. Я люблю, когда все красиво, траля-ля. Но я не запариваюсь до такой степени, что прям все у меня в жизни было так. Я спокойно могу совмещать несовместимое абсолютно. Винтажное у меня стоит зеркало, и стоит обычная какая-то там ваза, или у меня там постелена-постельная с яркими цветочками, а сверху минималистичный плед. Мне так комфортно. Я себя так ощущаю в жизни. Я себя не ограничиваю, не загоняю в рамки. Потому что, если я загоню себя в рамки, что я такой супер-мега эстет, тогда у меня в жизни будет меньше красок. Потому что вот вся эта эстетика, она как бы располагает к тому, не располагает, а предрасполагает к тому, чтобы в жизни было все очень сдержано, очень минималистично. Все было в каких-то определенных тонах. Тот же даже инстаграм эстетичный, сейчас популярный. Он не такой, как у меня. То есть эстетика тоже разная бывает. Абсолютно разная. И там мне там писали, я выложила маленький рецептик какао, где я варила его в эмалированной миске. Я не увидела, когда делала это, что это как-то выбивается из общей картинки. Для меня это все было целостно, для меня это было по-домашнему, для меня это было уютно, это было нормально абсолютно. Некоторые же люди посчитали, что такой эстет, опять же, как я, должен варить какао в красивом сотейнике и впрочем. Ну, это разные, разные абсолютно взгляды на жизнь, я думаю. Потому что я даже эстетику вижу иногда в наших вот этих домах, в наших улицах, когда вот они мне иногда не нравятся, а иногда я смотрю на них совершенно под другим углом. Я вижу эстетику в красивых, разноцветных каких-то вещах, в ярких, в ярком комплекте постельного белья. Она просто для каждого разная. Не загоняйте себя в рамки. И меня под эти рамки тоже не загоняйте, потому что мне об этом часто пишут, как будто бы даже требуют, чтобы этого не было. Или там, раз ты уже такое красивое делаешь, то делай так, чтобы прям было... Ну, нет. Я человек такой очень... В этом плане разносторонний. Я по-разному всегда вижу. Всё зависит от моего настроения, восприятия, реальности, мира. Вот так. Поэтому я спокойно себе постелю комплект с авокадо, спокойно его себе зафотую, куда мне надо. И он мне везде впишется, и всё будет красиво. И он тоже для меня будет эстетичен в каком-то плане. Вот такой я человек. Я думаю, по мне это видно, по моему поведению, по моим разговорам, по моей жизни вообще. Всё очень сильно сочетается со мной и моим видением всего. Я очень люблю тюльпаны, но люблю, когда они в связке. Вот когда их вот так вот начинаешь ставить в вазы, они сильно наклоняются. Не держат же стебель. И вот один тюльпан сломался. Представьте, под собственным весом он здесь немножко сломался. Я хотела поменять воду, и он совсем развалился. Я смотрю, что у многих вот так вот тюльпаны в вазах стоят. То есть неодная у меня такая проблема. Ой, это куча, это там бельё. Я сняла с балкона, повесила новый комплект. Очень пахнет. Ну, а лишний тюльпан, который остался, чтобы не было там чётного количества, поставила сюда в вазочку. Очень жаль. Очень жаль. Ну, что поделаешь. Буду разбирать эту горку белья, повторять танец, перед занятиями ехать на танец. Поэтому прощаюсь с вами. Спасибо за то, что смотрели. Приходите в Инстаграм. Увидимся с вами очень-очень скоро. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!